Привет! Это видео будет посвящено важному вопросу. Что тебя ждет, если твой союзник Российская Федерация? Потому что мы, государство Украина, совсем недавно это пережили. С трудом, но тем не менее. В 2014 году россияне под брендом братства и всякой чуши оккупировали Крым и Донбасс. И вот сейчас российская пропаганда рассказывает о том, что все армяне должны быть благодарны России. Которая очередной раз их спасла. Но знаете, кажется даже Сарик Андерасян, который публично переписывается с Зеленским. А Зеленский, соответственно, с ним начал догадываться, что на самом-то деле вот эта история с Нагорным Карабахом. Она координировалась изначально Россией, Турцией, ну и соответственно Азербайджаном. И российские представители в лице Марии Владимировны Захаровой, в лице ее начальника Сергея Викторовича Лаврова, на самом-то деле оправдываются за то, что они сдали армян. Так ли это? Давайте это обсудим, потому что вся эта история касается непосредственно Украины. Я не просто так вам несколько видео перед этим сказал, что они ввели миротворцев в Нагорный Карабах и дальше будут моделировать ситуацию и ждать, чтобы ввести миротворцев на Донбасс. Да-да, будет именно так в мечтаниях Кремля, что с одной стороны одна часть российской армии ходит под брендом эти ополченцы, а другая часть российской армии ходит под брендом миротворцы. Это мы все обсудим. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем вещи своими именами. Так вот, что же тут недавно спросили у Марии Владимировны? Добрый день. Гостелерадио Кипра. Афанасий Цолиас. Open TV. Да, Мария Владимировна, если меня слышно, для вас, наверное, не секрет, что растет критика в сторону России после того, что произошло в Карабахе. Вот во многих статьях и в Греции, и в других странах мы читаем такие выводы о том, что Россия кинула армян и Армению, и что даже, скорее всего, план был таков, наказать Пашиняна, и пострадал армянский народ. Хотелось бы услышать ваш комментарий. За что наказывать надо Пашиняна? С точки зрения России логика в этом есть, потому что Пашинян пришел к власти в результате государственного переворота. Это не ему еще повезло, что его, в принципе, признали в качестве руководителя армянского государства. Но, тем не менее, он посадил всех друзей Путина в тюрьму, изгнал их из власти, смотрит в сторону американского посольства, которое в регионе, чтобы вы понимали, одно из самых больших. Ну, то есть, его здесь даже называют немножко соросенком. Вам это ничего не напоминает? Потому что штампы, которые используются российской и пророссийской пропаганде в Украине, и, соответственно, на Кавказе, они не сильно меняются. Потому что в их сознании вот это главное зло США, и под это они все списывают. Воля армян поменять власть в своей стране, она, в принципе, не рассматривается. И, возможно, они даже сейчас имеют какое-то право для того, чтобы это утверждать. Ведь теперь там российское военное присутствие. А теперь я вам хочу ответить конкретно на фразу относительно того, что Россия якобы бросила Армению и армян. Россия бросила не Армению и армян, Россия бросила все силы для урегулирования этой ситуации. Сначала политически, используя для этого дипломатию, международное право, переговорный процесс. А потом бросив туда своих миротворцев. И те, кто пишут статьи и материалы, выступают на телевизионных программах и передачах, перекрикивая друг друга, должны помнить, что на сегодняшний день безопасность, мир и будущее граждан этого региона, непосредственно примыкающего к двум странам, Азербайджана и Армении, находящихся, здесь речь идет обо всех, и о беженцах, и о тех, кто находится на территории, внутри перемещенных лиц, на сегодняшний день их будущее, их жизни, в первую очередь жизни, будущее, процветание, стабильность, на сегодняшний день, еще раз повторю, гарантируются, обеспечиваются нашими российскими миротворцами. А может быть в этом весь и смысл, чтобы создать ситуацию, смоделировать ситуацию таким образом, чтобы было бы основание вести на российских военных в регион, но армяне, естественно, еще должны благодарить Россиюшку за то, что якобы она их спасла. Так ли это? Потому что, вы знаете, ведь оправдывается не только Мария Захарова, оправдывается еще и Сергей Лавров. А как он делает? Делает он это очень круто. Он даже рассказывает армянам анекдоты про армянское радио. Ну, я так понимаю, чтобы подсластить вот эту вот пилюлю, пилюлю капитуляции. Так? Оценок таких где-то на грани, у кого-то эйфории, у кого-то истерика. Россия, значит, проиграла Кавказ, следующий будет Крым. У нас таких досужих аналитиков хватает, как, собственно, и в Турции, и в ряде других стран. То есть, те, кто сейчас задает вопросы на тему, а почему же так много людей погибло, они все эти досужие аналитики, вот еще про Крым вспомнил Сергей Викторович. Нет-нет, потеряет Крым в данном случае, в данном контексте, не в пользу Украины, ни Крым. Крым не вернется, по их мнению, в родную гавань. А у них же теперь концепт сменился. Теперь за Крым соревнуется Россия и Турция, чтобы вы знали. В Турции газеты переполнены обвинениями в том, что Турция позволила себя дать переиграть. Российская сторона, значит, там победила всех на свете. И, значит, в Турции, дескать, рассчитывали на то, чтобы капитализировать оказанную Азербайджану помощь гораздо более эффектно и эффективно. А то турки, значит, побеждают на поле боя, а русские побеждают за столом переговоров. Я читал выдержки из турецкой прессы, но вы наверняка тоже с этим совсем знакомы. Повторю еще раз. Такая же волна, только уже с обвинениями России в предательстве, в чем только нас не обвиняют, поднялась и среди нашей либеральной прессы, в соцсетях. И это такая диванная, знаете, аналитика. Надо на нее, наверное, внимание обращать поменьше. На российскую либеральную общественность вообще можно не обращать внимания, потому что, во-первых, а, в украинском вопросе, они все равно занимают позицию как Кремль, и б, кто не такие. Они вообще национал-предатели. Будут бузить, будут у них проблемы. Но тут, понимаете, в чем дело? Получается, что, как бы, вот этот вот концепт, на тему Путин всех переиграл, он имеет право на жизнь, потому что теперь российское военное присутствие будет не только в Армении, но и в Азербайджане, на Горный Карабах. Согласно международного права, это территория Азербайджана. Правильно? И теперь что? Там будут шастать российские военные. Ну и время, собственно говоря, перейти к анекдотам. Ну, знаете, сейчас так у нас модно, такие уже стали какие-то анатомические аналогии по отношению к политике. Анатомия. Прикольное сравнение. Особенно если учесть, что три недели назад Владимир Путин говорил, что с каждой из сторон конфликта Азербайджана и Армения, соответственно, погибло по две тысячи военнослужащих. Кстати, интересно, а какова цена вот этой вот схемы? Если уж говорить про Армению, вот армянское радио в свое время отвечало на вопросы в Советском Союзе. Один из вопросов, ну как бы его так сформулировать, ну примерно так он звучал. В чем разница между некоторыми частями человеческого организма и жизнью? Ответ армянского радио звучал так. Жизнь жестче. Ну куда еще жестче? Тысячи погибших в результате боевых действий. Интересно, как к такому ответу, к таким комментариям и вообще к анекдотам относятся армяне. Ведь вроде как Россия ваш главный союзник, ваш главный зонтик. Мне интересно искренне, как это все воспринимается сейчас в Ереване и в других армянских городах. Если кто-то смотрит меня из Армении, пишите в комментариях. Поэтому все вот эти вот рассуждения о том, кто чего потерял, кто чего мог бы еще больше там оторвать, это все из той же самой серии, когда вся политика и все происходящее в мире воспринимается с точки зрения игры с нулевой суммой. Я тебя победил, значит я крутой. Я тебя унизил или ты меня унизил. Я тебе не позволил. Это не наша политика. Мы же миротворцы. Вы друг друга убивали. Мы не вмешивались. И вмешались в самый последний момент для того, чтобы зафиксировать свое военное присутствие. Немножечко это выглядит вот так. Мы заинтересованы в том, чтобы везде в мире, прежде всего вокруг наших границ, было спокойно, чтобы не было тлеющих конфликтов. Когда заявляли, что Россия больше всего заинтересована в том, чтобы конфликт на городе Карабахи не решился. Что-что. Как можно меньше тлеющих конфликтов. Это вы были заинтересованы, чтобы конфликт в Карабахе был решен. Так? Ну, знаете, я как гражданин Украины могу сказать, что слова на Лаврова о том, что Россия не заинтересована в тлеющих конфликтах, ну, отчасти это правда. Потому что россияне иногда предпочитают не тлеющие, а настоящие раны. Чтобы все горело, взрывалось. Чтобы, если русский флаг, так все остальное, все, кто под этим русским флагом, все были в говне. Опять смотри, Донецк и Луганск. А кто это сделал, а? Ну что? Мы же не просто так проводим параллели между различными конфликтами на постсоветском пространстве. Потому что везде замешана Россия. Везде почему-то хотят втулить российских миротворцев. И что Россия все эти годы тянула. Это откровенная ложь. Россия была лидером в том, чтобы продвигать Нагорно-Карабахское урегулирование, чему примером является знаменитый Казанский документ, который мог достичь тех же самых результатов, которые сегодня есть на земле, но без какого-либо кровопролития. А кто же не согласился на эту формулу? До оккупации азербайджанских районов, там о статусе Карабаха. Там многое чего было сказано. Но кто следовал в фарватере Москвы? Я говорю сейчас о руководстве Армении. Кто это был? К сожалению, тогда это оказалось невозможным. Совсем не по нашей вине. После этого мы стали продвигать двухэтапный подход, который тоже был воспринят сторонами. Поначалу с энтузиазмом. Потом, как я уже упоминал сегодня, не стали выдвигаться сомнения. А вот как вот так? Пять районов, два района. А как же будет безопасность обеспечиваться? И это тоже было провалено и отложено в сторону на непонятный период, бессрочный. Не по нашей вине. Наверное, стоит отметить, что в это время у власти в Армении было 100% пророссийское руководство. Или я не прав? И если оно было таковым, в фарватере кого оно действовало? Да, мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване. Мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации. Там, безусловно, есть искренние люди, которым обидно, наверное, что вот все так завершается на данном этапе. Хотя, подчеркну еще раз, иллюзий о том, что 7 районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в котором они были еще месяц-полтора-два назад, иллюзий не должно было быть. А раз вы миротворцы, что ж этот вопрос не звучал перед началом боевых действий полтора месяца назад? Нужно было прямо об этом сказать. А то вроде как получается, что все об этом говорили, но как только пришел азербайджанский солдат освобождать свою территорию, то выясняется, что армяне неправы. И Сергей Лавров об этом говорит. Армяне неправы, что они должны были уйти. Но раз вы были главным переговорщиком, почему же ничего сделано в этом направлении не было? И я считаю, что ответственные власти обязаны были разъяснять населению, что придется на каком-то этапе это урегулирование реализовать в соответствии с теми принципами, которые, как я уже говорил, многие годы лежат на столе, предложены сопредседателями Минской группы ОБСЕ, и открывали, я считаю, идеальный путь к тому, чтобы этот конфликт урегулировать без какого-либо кровопролития, без какого-либо ущерба для безопасности кого бы то ни было в этом регионе, прежде всего, конечно, карабахских армян и других этнических групп, проживавших в Карабахе, и стран-регион Армении, и Азербайджана. И, конечно, разблокирование всех коммуникаций, транспортных, экономических. А, это недоработка Пашиняна, что он как бы не объяснял народу, что нужно уходить оттуда, что нужно сохранить жизнь, и о том, что есть соответствующие договоренности. А, слушайте, если это недоработка Пашиняна, тогда получается, что прав наш коллега из Кипра, что вы решили его просто наказать вместе с армянским народом. А теперь мы слышим, что и Армения, для которой, понятно, это национальный траур и национальная трагедия, она как бы должна искать в этой ситуации и позитивные стороны. Потому что вот торговля размораживается, экономика и всякое такое. Не знаю, согласятся ли с таким тезисом армяне. Должно сыграть огромную позитивную роль для возрождения этого региона, в том числе, конечно же, для подъема экономики Армении, которая страдала больше других из-за прекращения торговых и транспортных связей по линии Азербайджана и Турецкой республики. Сейчас, в соответствии с той договоренностью, которая вступила в силу, все эти связи восстанавливаются. Экономика должна вздохнуть свободно, должна появиться транспортная связанность с партнерами Армении. Так что я уверен, что если мы будем выполнять все то, о чем договорились, а пока я не вижу признаков того, что кто-то пытается сорвать эти договоренности, выиграют все. Все. Если учесть, что сейчас в Азербайджане национальный триумф, потому что спустя 30 лет часть территории вернулась, армянам предлагается просто расслабиться и оставаться на позитиве. Общаемся с нашими армянскими коллегами. Вчера президент Путин общался с премьер-министром Пашиняном. Я сегодня утром разговаривал с министром иностранных дел Армении за грабом на Циканяном. Я убежден, что армянское правительство понимает всю свою меру ответственности. Оно понимает, что подписалось под этими договоренностями, исходя из высших интересов своего народа. И я убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться. Очевидно, так оно и будет, потому что ты не можешь диктовать свою волю по итогам проигранной войны. Просто мне кажется, что особенно нам в Украине нужно сделать из этого правильные выводы и извлечь уроки. Они очень простые, что разжигая костры, разжигая войны, модерируя эти войны, Россия исходит исключительно из своих интересов, а не своих даже названных союзников. Принцип разделяй и властвуй придумали не россияне, но активно им пользуются. На этом все. Читайте Агентство Нян, подписывайтесь на мой YouTube канал за комментарии, лайки, репосты. Ну и, естественно, большой привет и спасибо моим патронам и патронессам. Чао! Все! Все окажутся в выигрыше.